Здравствуйте, уважаемые зрители! Эта новость, скорее всего, будет в первую очередь интересна риэлторам, которые зарабатывают на купли-продаже недвижимости. Сочи назвали лидером по темпам удорожания вторичного жилья. За три года средняя стоимость вторичного жилья в 50 крупных городах России выросла на 30%, подсчитали эксперты. Быстрее всего жилье на вторичном рынке подорожало в Сочи, там цены выросли более чем на 60%. Жилая недвижимость в Сочи на вторичном рынке за три года подорожала на 63,9%. Это наибольший рост цен среди 50 крупнейших городов России. Средняя стоимость вторичного жилья в городе выросла до 150 650 рублей за один квадратный метр. Продав один квадратный метр жилья в Москве, сейчас можно купить только 1,7 квадратных метров жилой недвижимости в Сочи. На 15,64 меньше, чем в мае 2018 года. По всей России средний рост цен за те же три года составил 30%, до 71 300 рублей за один квадратный метр. Сервис поиска жилья ЦИАН тоже отметил возражение вторичной недвижимости с июня 2018 года на 31,5% до 91 000 рублей за квадратный метр. В 2018-2019 годах цены увеличивались на 8,8%, затем прирост составил 3% в 2019-2020 годах и в прошлом году резко разогнался до 17%, утверждает ЦИАН. «Главная причина роста цен в Сочи стала пандемия», – предположил в разговоре с коммерсантом гендиректор местной компании «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева. Она отметила, что на рынок вышло много инвесторов, которые решили переехать поближе к морю. Усачева усомнилось, что резкое удорожание вторичного жилья продолжится. «Активность покупателей ограничивает сезонный фактор и сократившиеся доходы», – считает эксперт. Вторым в России городом по росту цен на вторичную недвижимость оказалась Балашиха. Там прирост стоимости за три года составил 49,78 до 125,100 рублей за один квадратный метр. Ну, тоже Балашиха перспективное место для занятия купли-продажи недвижимости. Вторички, в частности. В первой пятерке по удорожанию вторичного также Улана-Де, Казань и Калининград. Вот тоже к сведению. Меньше всего стоимость выросла в Ростове-на-Дону на 10,6% за три года. Москва в рейтинге оказалась на 12 месте. Ну, там и так цены потолочные. Цены выросли на 38,2 до 257,100 рублей за один квадратный метр. В Санкт-Петербурге на вторичке цены сейчас почти на уровне Сочи – 151,000 рублей за один квадратный метр. Прирост за три года составил 41,2%. Директор офиса продаж вторичной недвижимости риэлторской компании в комментарии коммерсанту заявила, что не прогнозирует существенной динамики ставок в летний период. Она допустила рост цен на предложение в бизнес-классе. Ген-директор агентства посчитал, что возможности для удорожания вторичного жилья сохранятся в городах побережья Черного моря и в Москве. Однако изменения цен будут связаны с изменением структуры предложения. На рынок выходят квартиры в новых домах, более востребованные и дорогие, чем старый живой фонд, поясняет эксперт. Но, тем не менее, 60% прирост Сочи непосредственно в Балашиха тоже попало. Улан-Адэ, Казань, Калининград, Санкт-Петербург, Москва соответственно. Но там, я еще раз повторюсь, там и так цены потолочные, там куда еще, 257 тысяч за один квадратный метр. 10 квадратов, это уже 2,5 миллиона. Да, все дорожает и дорожает, крыша над головой. Как быть и как с этим бороться, вообще непонятно. На этом пока все, подписывайтесь на канал, заходите. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok